Тезисы Реформации Тезисы Реформации Тезиса Тезиса Тезисы Реформации Тезисы Реформации То, что способно погубить миллионы душ и погубляет миллионы душ. Но Господь сегодня протягивает руку помощи и хочет, чтобы наша деноминация поднялась из гроба греха, многовекового проклятия. Настолько переплелось понятие этого греха, идолопоклонства с православием, что для большинства обывателей мы говорим икона, подразумеваем православие, говорим православие, подразумеваем икона. Настолько идолы стали плотью и кровью, будем так говорить, естеством православной церкви. Но я думаю, что последние дни доживает это нечестие в нашей деноминации, и Господь сегодня просвещает миллионы грешников. Я убежден, что сегодня миллионы православных христиан, тысячи православных священнослужителей должны покаяться, обратиться к Богу и принять Иисуса Христа своим Господом, Богом Спасителем. И не нести ереси, но нести Слово Господне, Слово Христово. Пусть сегодня придет спасение к миллионам православным христианам. 70-й тезис Церкви нашей звучит следующим образом. «Мы отрекаемся от нелепого идолопоклонства в Церкви, почитания и поклонения иконам, крестам, мощам, священным предметам и кресту. Библия нас предупреждает против почитания останков умерших, их целований и прочих религиозных действий». Чисел, из чисел, 19 глава, 16 стих, цитата. «Всякий, кто прикоснется к умершему или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет». И, господа, братья и сестры, конечно же, сегодня очень сложно для многих православных эти истины понять и принять. Я, как бывший традиционный православный священник, понимаю, что сегодня для большинства православных настолько все запутано, что вот это ложные учения, ложные доктрины, многие стали как бы истиной, стали выдаваться за истину, а истина за ложь. Черное, говорится, белое, белое, говорится, черное. Сегодня пришло время все поставить с головы на ноги, в нормальное положение. И, знаете ли, друзья мои, если вы не православный христианин, если вы, допустим, протестантской церкви христианин или католической церкви, то для вас тоже здесь много будет важного и полезного, потому что, если вы католик, то, ну, по сути, в вашей динаминации тоже, как и в православии, те же самые проблемы. Если вы протестант, и вы не делаете подобных мерзностей, о которых здесь вот говорится, и вы уже давно этим не занимаетесь, слава Богу, вы покаялись, то, второе, я прошу вас не спешить судить нас православных, а спешить молиться за реформацию православной церкви. Это очень важно. И вот этот религиозный оккультизм, это, конечно, большая мерзость, которая до сих пор просто-напросто держит в своем полоне, как бы держит в этих оковах сатанинских миллионы обманутых душ. Я тоже был иконопочитателем, иконопоклонником, крестопоклонником, мощепоклонником, и совершал подобные мерзости, и, как бы, совесть моя, как бы, спала, потому что я считал, что это нормально. Раз это делают все, то это и я делаю, и это нормально. Но, знаете, не надо идти за большинством на зло. Даже если это многие делают сейчас вокруг вас, то подумайте, как Бог смотрит на все это. Знаете ли, однажды я, когда стоял к мощам Пантелеймона, и целовал эти мощи в один из дней, ко мне подошла одна женщина с Библией в руках, и она сказала, батюшка, пожалуйста, объясните мне, что сейчас здесь происходит на основании вот этого слова, Слова Божьего. Знаете, я ничего не мог ответить. Тогда, будучи традиционным священником православным, я, будем так говорить, был в замешательстве сам, честно говоря, потому что на основании слова-то, я Библию читал, и я понимал, что на основании слова как раз говорится все прямо наоборот. И она, как бы, этим самым вопросом испортила мне тот день, тот праздник, как я понимал, но на самом-то деле это Господь через нее стучался в мое сердце, в мою душу, и приехав к себе на приход с Москвы, с этого поклонения голове Пантелеймона, мученика, знаете ли, голове этого христианина я поклонялся, как и другие христиане, не понимая, что это мерзость пред Богом, и, знаете ли, не осознавая, что это пагубно, хотя казалось мне, что это Божье присутствие там было, и мне казалось, что это от Бога было все, потому что, знаете ли, вот этот ажиотаж, ведь не могут все заблуждаться вокруг меня, но так оно и было, люди заблуждались, и я сам заблуждался и водил в заблуждение, потому что я тоже давал людям акафистники, отдельно распечатанный акафист Пантелеймон, мученику, и убеждал людей молиться Пантелеймону в случае разных заболеваний, это было большим недоразумением, большим заблуждением, большой ересью моей, но сегодня, слава Богу, я покаялся, в 96-м году это произошло в моей жизни, когда я покаялся в этом и отрекся от этого культа, и от других многих заблуждений, и с того самого времени, по сей день, уже 2011 год, я молюсь только лишь Господу Богу Всемогущему, не молюсь ни Пантелеймона, ни кому-то еще из умерших святых, слава Богу. Но почитание вот этих останков, мощей, крестов и икон, это все является грубым идолопоклонством, хрестоматийным идолопоклонством. Дальше говорится следующее, 71-й тезис, мы отвергаем, то есть мы, в смысле, участники собора, Третьего Поместного Собора Украинской Реформаторской Православной Церкви, потому что эти тезисы были приняты, я еще раз повторяю, на соборе, Третьем Поместном Соборе в 2008 году. Мы отвергаем, как еретический, Второй Никейский, собор, 787 года, бывший при еретичествующей императрице Ирине, ее ставленники, патриархи Тарасия. Седьмым Вселенским Собором мы называем Константинопольский собор, 754 года, бывший при благочестивом императоре Константине, прозванным компронимом. Знаете ли, друзья мои, Константин Львович, император, тогдашний византийский, он был великим мужем божьим, великим реформатором, с большой буквы, он был похож на царю Оси, на других царей Израиля, которые ревновали об обновлении реформации в народе Божьем. И в новозаветные времена были такие политики, как вот Константин Капроним, которые, Лев и Савр, его отец, которые на самом деле поднимали знамя реформации в православном мире, в православном Востоке. Это время было оболгано, это движение было названо впоследствии иконоборчеством, и прочее, хотя дело было далеко не в иконах, и не только лишь в иконах, потому что касалось реформации всех, так или иначе, сфер жизни и деятельности человека, не только даже религии, но и политики, экономики, бизнеса. И что касается церкви, да, то самым видимым знаком, конечно, этой реформации было освобождение церкви от этих, знаете ли, наносных явлений таких оккультных, какими являются иконопочтания, иконопоклонения. И Седьмой Вселенский Собор проходил в 754 году. Я буду об этом говорить отдельно, конечно, и я думаю, что отдельно программу создам именно на эту тему. Но в 787 году был ложный собор, который, на самом деле, ну до сих пор, к сожалению, выдается за настоящий Седьмой Вселенский Собор, лишь потому, что этот собор узаконил иконопочтания и прочей мерзости. И, в общем-то, это ужасно, что так произошло. Дальше, 72-й тезис, 72-й тезис, это уже цитата, большая цитата из решений, выдержка из решений Седьмого Вселенского Собора Константинопольского 854 года. Под личиной христианства дьявол вел идолопоклонство, убедив своими лжемудрованиями христиан не отдавать, не отпадать о твари, но поклоняться ей, чтить ее и почитать тварь Богом под именем Христа. Ввиду этого император собрал собор, чтобы исследовать Писание, о соблазнительных обычаях делать изображения, то есть иконы, отвлекающие человеческий ум от высокого и угодного Богу служения к земному и вещественному почитанию твари, а не по Божьему указанию изречь то, что будет определено епископами. И дальше из определений как раз епископского соборного. Есть единственная икона Христова, это Евхаристия, то есть хлебопреломление, тело и кровь Христа, Евхаристия. Из всего находящегося под небом не названо другого вида или образа, который мог бы изображать его воплощение. Христос преднамеренно для образа своего воплощения избрал хлеб, не представляющий себе подобие человека, чтобы не велось идолопоклонство. Кто неизобразимая сущность и постасть слова, ради его воечеловечения осмелится изображать форму человекообразных и не захочет разуметь, что слово и по воплощению неизобразимо анафема. То есть очень серьезно было все это исследовано и грозно было все пресечено. Кто будет изображать Бога слово на том основании, что он принял на себя рабский образ, изображать вещественными красками, как бы он простой человек, и будет определять его, отделять его от неотдельного с ним божества, вводя таким образом четверичность, Святую Троицу, анафема. Кто лики святых будет изображать вещественными красками на бездушных иконах, которые не приносят никакой пользы, ибо эта сама мысль лживая произошла от дьявола, а не будет отображать на себе самом их добродетели этих живых икон анафема. Это изрешение Седьмого Вселенского Собора. И представьте себе, господа, братья и сестры, сегодня миллионы и миллионы православных христиан находятся под анафемой, и анафема, которая была провозначена на Соборе, Седьмом Вселенском Соборе. Ведь на самом деле апостол Павел говорил, что кто в другое благовестие принесет, если даже ангел или мы, говорит даже, то будет анафема. И на самом деле, друзья мои, к сожалению, сегодня икона почитания, эта великая ересь христианства чрезвычайно распространена. В самих изображениях нет греха, конечно же, но вот именно в почитании, в поклонении им великий грех. И делать изображения, ставить их на видное место великий грех, на самом деле. Даже, кстати, ношение креста или панагии, я ношу еще часто панагию, отдельно, как медальон епископский, но, знаете ли, крест или панагии, это, скажу так, это знаки служения, будем так говорить, это знак моего служения, но, если я буду думать, что это меня спасает, защищает, то, бедный я человек, я буду идолопоклонником, фетишистом, и это будет грехом моим. Но, слава Богу, что я избавился от этой мерзости, от этой ереси, и сегодня я знаю не кто на мне, а кто-то, кто во мне, больше того, кто в мире, слава Иисусу. 73-й тезис, как раз именно по поводу этих чудотворных, якобы, икон, мощей и прочее. Мы, в тезисе сказано, следующий был, участниками собора, присоединяясь к словам великого российского реформатора, Ивана Ивановича, Милиссину, обращаемся ко всем православным юрисдикциям, разных, священнослужителям разных юрисдикций, трудящихся на территории бывшего безбожного Советского Союза, призывая очистить церковь от суеверий и притворных чудес, это цитата, и суеверий касательно мощей и икон, а для разбора этого дела составить особую комиссию из разных неослепленных предрассудками особ. Это цитата из пунктов, 11 глава пунктов, Ивана Ивановича Милиссину, оберпрокурора Священного Синода, которым он воздавлял церковь православную с 1600, с 1700, извиняюсь, с 65-го по 1768-й год при Екатерине Великой императрице российской. Иван Иванович Милиссину был на самом деле великим реформатором и он предлагал создавать комиссии, которые бы разобочали подобные ложные чудеса. И, к сожалению, императрица вначале была поддержав этого великого реформатора, но потом, испугавшись этой религиозной пугачевщины, как бы, идя на поводу у своего метрополитбюро тогдашнего, к сожалению, репрессировала реформатора, сняла его с должности поставить другого человека, который бы просто-напросто удовлетворял бы всех этих метрополитов и как бы ничего не делал касательно реформации. Но, знаете ли, мысль была хорошей, и ее надо было бы использовать, конечно же, но, к сожалению, до самого 17-го года, до начала 20-го столетия, до революции, до самого падения православного самодержавия, окончательного падения царизма российского, знаете ли, к сожалению, так и не было создана такая комиссия, и в этом направлении ничегошеньки не было сделано. А потом, дьявол использовал эту мысль, и коммунисты создали комиссии, но для того, чтобы разоблачать чудеса не с целью людей к Богу приводить к живому, а с целью, чтобы отвратить их от Бога, от религии вообще как таковой. И знаете ли, к сожалению, имело успех это деяние. Согласитесь, вот я иконоборец, и как иконоборец, я понимаю, что дело в том, что это вот, мое иконоборчество вытекает из моего христианства православного, из моего евангельского христианства, мышления библейского, и я, допустим, сжигаю икону свою, значит, которой я поклонялся раньше, я многие свои иконы уничтожил просто-напросто, которые совершенно не библейского, никакого содержания в них нет, не было, я их уничтожил, сжег, допустим, расколон, который я уничтожил, всячески, и именно я это делал из-за страха перед Богом, из-за послушания Слово Божьему, именно из-за повиновения Богу, но, представьте себе, коммунисты то же самое вроде бы делали, да, они тоже ломали иконы, сжигали иконы, но они это делали не из-за страха Божьего, а наоборот, воюю против Бога, не за Бога, а против Бога, поэтому иконоборчество коммунистов, допустим, и создание комиссии подобных коммунистами, это было как раз противобожным, а Мелессину предлагал за Бога, в страхе Божьем провести такую комиссию, создать, и я думаю, что пришло время как раз и православным юрисдикциям разным на территории бывшего безбожного союза заняться подобной работой, потому что сегодня, к сожалению, сорняки, племела, этого всякого, всяких предрассудков, суеверий распространились не бывало, сегодня практически в каждом регионе есть чуотворные, как бы иконы, плачущие, мирночащие, кровночащие, что только неизжигающие, и плачущие всякими слезами всякими, и люди в таком ажиотаже, им больше того, многие священники, наживаясь на этом всем, знаете ли, корень всех зол серебролюбия, опять-таки, потакают таким слабостям человеческим, потакают таким вот плевелом, и даже больше того, находятся такие религиозные аферисты, которые сами пропагандируют подобные чудеса, распространяя подобные ереси. Ужасно, конечно, но Господь жив, и Он ждет покаяния нашего, 74-й тезис говорит нам о главной проблеме идолопоклонства. Мы отрекаемся также и от завуалированного идолопоклонства, то есть, есть открытое идолопоклонство, как открытая форма болезни, да, а есть завуалированная, скрытая форма болезни. Написано, серебролюбие, жадность и любви к деньгам, от материализма, гордости и прочих грехов. И дальше цитата из Ефесянам, послания, 5 глава, 5 стих, Ефесянам 5, 5. Говорится, «Ибо знайте, что никакой любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога». Так что, любостяжание, любовь к стяжаниям, как бы, маммона, это есть форма идолопоклонства. И человек, к примеру, кстати, очень хороший пример мог привести. Я знаю протестантов, допустим, русскоязычных баптистов, писятников, харизматов, разных протестантов, неопротестантов, которые, знаете ли, порой очень строго судят нас православных и говорят, вот мы там идолопоклонники. На поверку выясняется, что многие из этих критиков наших, знаете ли, они сами по уши в этом же самом идолопоклонстве только с другой стороны. Знаете ли, потом всевозможные финансовые пирамиды, скандалы возникают кидалово всевозможное религиозное такое финансовое и о чем это говорит? Притом, в разных структурах бывает. Это независимо от динаминации жадности, это не то, что удел какой-то отдельной динаминации церкви. Это говорит о том, что давайте не спешить судить друг друга, а давайте будем смотреть на сучок не в глазе брата, а вначале на свое, бревно это, внутри нас, то есть на грех, который внутри нас. Это самое важнейшее, с чем нужно распрощаться. Как говорил Антонин Грановский, митрополит Московский, что прежде самого себя реформировать надо. Слава Богу, это очень ценно. И поэтому давайте не будем спешить судить, потому что я понимаю, что среди моих зрителей могут быть не только православные христиане, но и христиане других динаминаций, конфессий. Поэтому давайте не спешить судить друг друга, давайте тем более по динаминационному признаку принадлежности, а давайте молиться друг за друга и трудиться для реформации нашей динаминации, конфессии. Слава Богу. И, конечно, сегодня в православии мы видим проблемы как такого завуалированного идолопоклонства, к сожалению, уже даже и не так уж сильно завуалированного, и такого хрестоматийного, такого грубого, такого, знаете ли, пошлого, откровенного идолопоклонства. И со всем этим нужно как-то разбираться нам, потому что если мы сами не разберемся, то не дай Боже, если мы дождемся суда Божьего, тогда уже будет поздно локти кусать, знаете ли, всю вечность, где червь не засыпает и огонь не угасает. Та уже будет поздновато, потому что идолослужители учесть в озере, горячем огнем и серую. Господа, это очень серьезное предупреждение, это не просто тебе шутки. Знаете ли, это даже не просто то, что говорил в Ветхом Завете, что до третьего, четвертого рода поклоняющиеся всевозможным этим иконам и проклятия идолам, но, значит, говорится в Новом Завете уже по-новому об этой проблеме. Поэтому наше сражение за бессмертные души, представьте себе, миллионы душ идут в ад, совершенно не ведая того, наивно полагая, что в их динаминации все хорошо и прекрасно. Да не будет такого впредь, и давайте, братья, особенно священникам мое слово, давайте бояться Бога, давайте больше слушаться Бога, чем человека, чем динаминацию, чем патриарха, чем кого-то еще, Папу Римского. Давайте слушаться именно Господа Бога Всемогущего, Его Слово. 76-й тезис, 76-й тезис православной реформации, он полностью состоит из цитаты, большой при том цитаты, из святителя Кирилла Лукариса. Вчера, 9 сентября 2011 года, когда я начинал эту программу записывать, я цитировал в предыдущих тезисах святителя Кирилла Лукариса. Скажу, что это пионер православной реформации, это великий муж Божий, который на самом деле не побоялся в очень сложных таких условиях, знаете ли, в далеком 17-м столетии, через сто лет после Лютера, на православном Востоке поднять знамя реформации. Он заплатил великую цену, он отдал свою жизнь за дело Великой Реформации православной церкви. В 1638 году его казнили по приказу султану турецкого. И знаете ли, но реформацию невозможно оставить репрессиями. Для Слова Божьего нет уз, и сегодня, уже в 21-м столетии, Господь поднимает знамя реформации и хочет достичь миллионов православных христиан. Мы православное долго запрягаем, но быстро едем. Я убежден, что Господь сегодня через нас совершит великое деяние. И вот цитата из его работы «Восточное исповедание христианской веры» святителей Кирилла Лукариса, 1632 года издания. Но скажу, что это даже не сама книга, это уже приложение к этой книге «Вопросы и ответы». Это второе издание этой книги, где Кирилл Лукарис дал ответы на вопросы православных христиан. И вот следующий вопрос и ответ. «Что мы должны думать об иконах?» Это 76-й тезис, напоминаю православной реформации. «Что мы должны думать об иконах?» «То, чему учит нас божественное священное писание. В нем ведь ясно говорится, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». И дальше святитель Кирилл Лукарис пишет следующее. «Ибо мы должны служить не творению, но одному только Творцу, создателю неба и земли, и только его одного почитать». Из этого не следует, чтобы мы отвергали такое славное и благородное искусство, как живопись. «Более того, мы считаем, что любой, желающий вправе иметь изображение как Христа, так и святых, однако нам ненавистно поклонение им и их почитание, как действие, запрещенное Святым Духом в Священном Писании. Чтобы мы незаметно для себя не стали почитать вместо Творца и Создателя краски, мастерство художника и его творения. Того, кто думает об этом иначе, мы считаем несчастным, ибо мысль его окутана густейшим мраком, а сердце его окаменело. И, разумеется, лучше поминоваться заповеди Божьи, опять-таки, да, заповеди Божьи поминоваться лучше, чем внимать суеверию, суесловию людскому. Мы заявляем об этом в страхе Господнем и по чистой совести, хотя и осознаемо, что для того, чтобы выдержать бурю, разразившуюся в связи с данным вопросом, потребовались бы силы нам намного превосходящие наши. Слава Богу. Свидетель Кирилл Лукарис написал это в 1631 году еще, и он, издав уже во втором издании именно ответы на вопросы в Константинополе, в Стамбуле, тогда уже под властью султана Турецкого, отдавал себе отчет, что это очень сильное заявление, что многие православные не поймут его. И так и получилось, далеко не все священники поддержали реформацию, точнее даже очень немногие поддержали. Они были репрессированы вслед за святителем, вслед за Кириллом Лукарисом, были репрессированы. И потом четыре раза его учение предавалось анафеме, традиционно греческой церковью, которая была подконтрольна турецким султанатом. И это ужасно, что тогда так расправились с реформаторами, но было очень мощно заявлено о необходимости реформ в православной церкви святителям Кириллом. Сегодня мы, обновленцы, реформаторы, уже 21-го столетия, продолжаем дело великой реформации православной церкви. Слава Богу! 77-й тезис говорит нам следующее. Мы, православные христиане, отрекаемся от духа превозношения пред христианами других динаминаций и юрисдикций. Дух дышит где хочет. Сказано у Иоанна, 3 глава, 8 стих. Мы не можем и не имеем права даже пытаться монополизировать истину. Мы церковь экуменическая, на основании Иоанна 17-17. Мы выступаем за единство всех христиан. И дальше из устава православной реформаторской церкви говорится, что реформаторская православная церковь является многонациональной, экуменической, поместной, автокефальной православной церковью, находящейся в единстве, в молитве на каноническом общении, на прочном основании слова Божьего и Божьей любви со всеми другими поместными, православными, католическими, протестантскими церквями, со всеми признающими Иисуса Христа своим Господом, Богом Спасителем, независимо, любящими Его независимо от их динаминационной принадлежности. То есть, вот опять-таки, ссылка на параграф 1 устава Украинской реформаторской православной церкви. Дальше, значит, 78-й тезис говорит нам следующее. Было провозглашено так. Евхаристическое о совместном причастии. Общение с христианами всех существующих христианских динаминаций и юрисдикций, со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа, как написано у Ефесян, посланник Ефесянам 6 глава 24 стих, основополагающий фактор православного экуменизма. То есть, мы за евхаристическое общение христиан. Мы можем спорить о разных доктринах, мы можем не соглашаться по разным вопросам между собой, мы можем отличаться друг от друга риасами, ризами, догматикой и прочее, но мы можем найти общий язык у нашего Господа Иисуса Христа, у его ног, чашу Господню принять в месте хлебопреломления. Мы можем верить в присуществление или не верить в это присуществление, верить в что-то здесь есть символы, но самое главное, что в нашем сердце Иисус Христос Господь наш и Бог, и Его мы любим, Его проставляем, и поэтому вместе мы можем принять причастие, по-разному порой размышляя, но веря в одного Господа и любя одного Господа. Кто, если не прав, Господь поможет найти истину. И поэтому в наших храмах, в наших церквях, реформаторской православной церкви, причастие находят, принимают христиане разных динаминаций, конфессий, и верующие Московской априархаты, и Киевской априархаты, и автокефальной церкви, староверы, новобрядцы, и как бы католики, протестанты разных динаминаций, христиане, всякий, кто любит Господа Иисуса Христа, может подойти к чаше и принять Евхаристию в наших церквях. 79-й тезис говорит нам следующее. Мы отрекаемся от всяких молитв за упокой. Слава Богу. Сорокаустов и панихид. В современной православной церкви есть место лишь для, только для библейского взгляда на жизнь и смерть. Учение о мытарствах или чистилище мы отрицаем безоговорочно, как не имеющее никакого оправдания Словом Божьим. Это отдельная тема, это вообще целая ересь, огромнейшая ересь. Так называемое учение о мытарствах, о чистилище, как на Западе его называют. Но, как говорится, хрена, редьки, не слаще, это все одного поля ягодка. Это все одна и та же проблема, только под разным соусом религиозным подается. Под православным соусом называется о мытарствах, под католическим соусом называется о чистилище. Но это, в принципе, одна и та же ересь. И, конечно, эта ересь не имеет никакого оправдания библейского. Больше того, она противоречит здравому смыслу, противоречит Божьему Слову. И Господь, я убежден, сегодня выведет измученных на свободу. Если, допустим, кто-то из присутствующих, кто-то из телезрителей, молился молитвой за упокой, допустим, или молится. Если вы молитесь с такой молитвой, вы, может быть, ходите и делаете эти обряды, и верите в чистилище, верите в мытарство, то я просто умоляю, оставьте это нечестие, пожалуйста, ради Иисуса Христа, ради Слова Божьего, ради страха Господнего. Лучше поздно, чем никогда. Прямо, вы скажете, я всю жизнь, может, молился за такой молитвой. Лучше поздно, чем никогда. Оставьте это нечестие и верьте в живого Бога. Верьте и молите за живых людей, Слава Богу, которые сейчас живы. И не надо там демагоги этих всяких слушать, знаете ли, у Бога все живы, мол, Бог не есть Бог мертвый, а Бог живых. Можно из контекста вырвать это местописание и оправдать религиозный оккультизм и прочее. Пытаются даже из Иисуса спиритистов представить себе разговаривающего с покойниками, мол, там Моисей и Илья беседовали на горе, помните, да, преображений? Вот, мол, спиритический сеанс провел Иисус, поэтому и нам может быть спиритистами. Это все ерунда. На самом-то деле вырвано из контекста все это. Человек, который читает Библию, полностью читает Библию, он видит, что Иисус разговаривал не с умершими. То есть в нашем понимании они не умерли оба, и Моисей, и Илья. Они перешли в другое измерение, в другую жизнь, минуя факт, именно момент смерти, физическое разложение. С телами они преобразились, они перешли в другое состояние совершенно. Илья прям на виду у свидетелей перешел в другое состояние. Моисей без свидетелей, но на горе, потом его тело искали, так и не нашли. И они оба, и Моисей, и Илья были возле Иисуса. Удивительно, но последнее поколение христиан, я очень хочу, чтобы я тоже был в этом поколении, я очень надеюсь, что мне тоже доведется, как и миллионам других христиан разной динаминации, любящим Иисуса, не совлечься, но облечься в бессмертное жилище, чтобы было именно... Мертвый воскрес, вот прежде, а потом и мы, в среднем Господу на воздухе, будем взяты. Слава Иисусу Христу, это прекраснейшее переживание, я мечтаю быть в этом числе, не хочу оставаться вот на страшную эту скорбь на этой земле при Антихристе. Слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, так вот и дальше, 80-й тезис. Кстати, о последних временах я тоже сделаю DVD-диски обязательно, Бог, я верю, позволит. Дальше, 80-й тезис. Мы отрекаемся от заупокойных обрядов, приготовлений и съеданий кутии и других продуктов питания, в поминовении умерших, верующих или неверующих. Мы более не хотим быть в общении с бесами, как говорится в 1 Коринфянам 10.20. Да, общение с бесами – реальность. К сожалению, да, мы знаем, что не только Божье Царство реально, но и Царство Тьмы тоже реально. И поэтому, наверное, надо говорить об этих вещах, говорить и о последних временах, говорить об Антихристе, говорить о том, что грядет на эту Вселенную. Но надо говорить и о том, что сейчас вокруг нас происходит, потому что некоторые люди уже сейчас в конкретном, сильном общении с бесами. И каким образом? Даже через поедание кутии, печенье, конфеты, помяни душу такого, человек берет и не понимает, что он в общении с бесами находится конкретно. И нужно что делать? Во-первых, не брать такие вещи. Если брали раньше, просто покаяться перед Богом от своего сердца и сказать, во имя Иисуса я отрекаюсь от этих кутий, поедания печенья, конфеты, во имя Иисуса Христа, отрекаюсь от поминовения такого продукта питания умерших, во имя Иисуса Христа, я теперь не хочу в общении с бесами, я только в общении с Духом Божьим во имя Иисуса Христа. Потому что мы не можем, на самом деле, чашу Господнюю, чашу бесовскую пить. Надо что-то выбрать. Давайте выберем чашу Господнюю. Зачем нам помирать? Выберем жизнь, а не смерть. Дальше, 81 тезис, это цитата из святителя Кирилла Лукареса, опять-таки. Мы верим, он пишет, что души умерших либо пребывают в блаженстве, либо прокляты, в зависимости от поступков каждого. Ибо покидая тело, они тотчас же попадают либо ко Христу, либо в ад, потому что каждый судим таким, каким он оказался в свой смертный час. После сей жизни нет никакой возможности для покаяния, сей жизни это время благодати. Поэтому оправданные здесь не будут впоследствии подвергнуты никакому наказанию. Однако же, тот, кто умер неоправданным, осужден на вечные муки. И сказанного не следует, что мы не должны принимать во внимание выдумки очистилища или так называемого мотарства, да? Но должны утвердиться в той истине, что каждый желающий спастись должен на протяжении сей жизни раскаяться и вымолить от пощения грехов у Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Друзья мои, конечно, эта жизнь, как говорил святитель Кирилл, это время благодати. Сейчас время благодати. Пока дыхание в нас, пока мысль наша работает, пока мы в состоянии принятия Господа Иисуса, сейчас есть время покаяния. Поэтому я снова и снова, паки-паки убеждаю, те, кто еще не покаялся, покайтесь, пожалуйста, примите Иисуса Христа своим Господом Богом Спасителем. Своими словами даже обратитесь просто к Богу. Скажите, Иисус Христос, Ты мой Царь, Ты мой Господь, я все понимаю. Ты мой Бог, Ты мой Царь. Ты за меня пролил свою кровь, Ты воскрес для моего оправдания. От всего сердца воззавите к Богу с верой, с осознанием своей греховности, с верой, что Бог есть на свете, и Он ищущим его воздает. И Бог, Спаситель наш, любит нас, отдал Сына Своего за нас. Слава Богу! Дорогие друзья, дальше 82-й тезис. Мы, православные христиане, участники всего освященного собора, выступаем против наркомании, пьянства, курения и других пороков, зная поступающие так, Царство Божьего не наследует. К сожалению, сегодня вынужден факт констатировать, что среди православного христианства очень много распространено наркомания, алкоголизма, курения, и сегодня даже и святых канонизируют, и того же самого Николая II, который курил до самого последнего дня своей жизни. И многие теперь священники мне говорят, что, а вот, ты говоришь против курения, а вот наши святые курили, и ничего, в святые попали. Значит, как бы, ну, то есть, уже получается, оправдание всему этому есть. Но поступающие так, Царство Божье не наследует написано в Писании. Потом, 83-й тезис, очень такой спорный. На тезис, кстати, много было вопросов по этому поводу также. Спиртные напитки, пьянство, недопустимы для нас, так как мы, христиане, все являемся священниками Божьими. Согласно Новому Завету, 1 Петра 2, 5 и 9. А для своих служителей Господь Бог говорит, вина и крепких напитков не пей ты, и сыны твои с тобою, когда входите в скинь собрание, и приступайте к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и чистое от нечистого. Это и снеги львит. Так вот, тогда говорилось о священниках, как о некоторой категории граждан, которые были сыновьями одного рода, лишь рода Ааронова. Сегодня в Новом Завете и мужчины, и женщины, при том разных родов, родные, безродные, разные люди, евреи, не евреи, неважно, разного цвета кожи, разных национальностей, культур, являемся священниками Бога Всевышнего. И служа Богу, на самом деле, мы должны соблюсти трезвость. Почему еще тезис этот 83-й очень актуален? Потому что таким хроническим недугом нашей динаминации является именно пьянство, и даже алкоголизм, скажем так, бытовой алкоголизм особенно, среди священников. Еще сто лет назад профессор Голубинцев писал об этом как раз следующее. Его были намерения благие, касательно именно реформации православной церкви, и он писал, что в первую очередь должно быть трезвое духовенство. Пьянство среди священников, он писал, стало уже притчево-языцах, и, к сожалению, тогда дореволюционное священство было чаще всего спившееся, и не просто там какое-то подзаборное пьянство, а чаще всего бытовой алкоголизм парализовал тогда православную церковь. И, знаете ли, когда пришла революция, очищение такое, именно не просто очищение, а кара Божья за наше идолопоклонство, религиозный оккультизм, аферизм религиозный, и в том числе и пьянство. И сегодня, к сожалению, прошло уже много времени, но сегодня, уже в начале 21-го столетия, мы видим также, что большинство наших священников бытовые алкоголики. То есть, не то, что подзаборные, хотя есть и такие, но это изгои-исключение. Вообще, чаще всего наши священники бытовые алкоголики, которые не могут без спиртного, собравшись, даже большинство священников, собравшись двое-трое, не представляют себе никакого разговора без бутылки водки. И это не просто наше славянское такое расположение к пьянству, это, я считаю, от бездуховности нашей. И что нужно сделать? Принять Иисуса Христа. Бог спасает и от бытового пьянства, бытового алкоголизма, спасает нас во имя Иисуса Христа. Бог да поможет, особенно священникам, я просто умоляю Богу, Бога умоляю, пусть Бог поможет священникам выпутаться из этих сетей религиозного пьянства. Это очень страшно, конечно, когда священники собираются вместе, без бутылки водки, не могут разговаривать ни о чем фактически, кроме водки, деньги, женщины. О чем еще разговаривать? Кто-то о мальчика разговаривает, кстати, это по следующему тезису. И ужасно, что это пьянство, оно раскрывает другие пороки всевозможные, которые в человеке есть. И поэтому можно сказать, что пьянство – начало всех остальных уже других пороков. И скажу, что борьба со многими пороками в церкви начинается именно борьбой с пьянством. Но не изгонять священника в пьяниц, а помолиться, я думаю, даже нужно репетентром. Но не некоторые монастыри православные могут сыграть хорошую роль. В них есть тоже что-то полезного. Допустим, многие монастыри наши, они смогут, русские, украинские, они могут быть перепрофилированы, как, допустим, монастыри, именно как репцентры для духовенства, для реабилитации от алкогольной зависимости, наркотической зависимости, для адаптации. На несколько месяцев, если большинство священников, процентов 90 нужно священников лечить просто-напросто от алкоголизма, так или иначе. И особенно в России, это очень повальное такое увлечение, к сожалению, алкоголем. И бытовой алкоголизм, к сожалению, во многих епархиях, я не знаю про все епархии, не буду говорить, но те епархии, что я знаю, процентов 90 священников надо просто лечить. Просто-напросто от алкоголизма, порой даже наркомания, особенно молодежь. Если старшее поколение священников предпочитает алкоголь, бутылку водки или самогон, то уже нового поколения священников, многие на игле начинают с семинарской скамьи. И это большая проблема. И выход какой? Монастыри, я думаю, они могут сыграть полезную роль, как центры реабилитации и адаптации. Я думаю, что многие епархии могут просто-напросто, большую часть своих священников просто постепенно помещать в такие реабцентры, и проводить работу определенную, восстановительную, спасительную. Для Бога нет ничего невозможного. После реабилитации, восстановления, священники смогут принести здоровую жизнь, трезвую жизнь к своим посомам. Это очень важно, я думаю, и очень полезно. А по поводу всевозможных извращений. 84-й тезис. Очень важно, потому что были вопросы, и до сих пор в интернете ходят всякие всевозможные грязные вещи, очерняющие православие. Вот я зачитаю следующий тезис. 84-й тезис. Я выступаю за православие, за реформацию православной церкви, не против православия, а за православие, за восстановление православной церкви. Я верю, мы поднимемся еще. Написано, мы выступаем, мы, в смысле, участники того собора, я тоже был участником, и одним из спикеров этого собора, мы выступаем против греха, гомосексуализма и прочих извращений, пропагандируемых сегодня в падшем мире. И дальше цитата идет из писания, с комментарием. Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ну мы уже разобрались, да, идолослужители, есть же иконы всякие там, и мощи и прочее, антиправославные явления такие в православии. Ни прелюбодеи, то есть нарушители супружеской верности, да, ни малакие, то есть пассивные гомосексуалисты, малакие, педерасты, да, пассивные гомосеки, мужчины, как женщины, ни мужеложники, то есть активные гомосексуалисты, то есть гомосексуалисты, именно названные мужеложниками, ни воры, воровать, воровство, да, ни лихаимцы, наживающиеся на других несчастьях, чужих несчастьях, да, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследует. Это написано в Новом Завете, 1 Коринфянам, посмотрите у себя Библию обязательно, 6 глава, 9 и 10 стихи. 1 Коринфянам, 6 глава, 9 и 10 стихи. И из Ветхого Завета, цитата в этом же 84 тезисе, это из книги Левит, 18 глава, 22 стих Левит, 18-22. Написано, не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. И из книги Левит, вообще из Ветхого Завета, некоторые говорят, это Ветхозавет. Но, пожалуйста, выше названо было местописание из Нового Завета. А это значит что? Что то, что написано было в книге Левит, это актуальный по сей день. То, что в Новом Завете не имело подтверждения своего насчет их, уже исполнилось, что все являются для нас, не являются законом. Но то, что подтверждается в Новом Завете и расширяется, является аксиомой и обязательным для всех христиан на все времена. Почему много вопросов было? Внимание, братья, сестры, дамы и господа. Почему много вопросов было касательно 84 вот этого тезиса? Дело в том, что православное реформаторское движение получило уже, еще даже не поднявшись фактически, только лишь еще поднимаясь, еще первые ростки реформации поднимаются на нашей земле. В Украине, Белоруссии, России, Грузии, Молдове, в Румынии, в других странах поднимаются ростки реформации в православной церкви. И уже реформаторское движение славянское получило удар, под дых такой, знаете ли, от СМИ, от провокации. Уже начались тут же провокации, тут же компетентные товарищи и в рясах, и в погонах, и без ряс, и с погонами начали просто массивную такую пропагандистскую деятельность против реформаторского движения. Я думаю, что многие из вас видели в новостных сообщениях такую информацию, что появилась в Москве такая реформаторская православная церковь, венчающая гомосеков, там и прочих, лесбиянок и транссексуалов. И, знаете ли, скажу так, что я имел несчастье однажды увидеть этого священнослужителя. Я думаю, что это человек несчастный, который взялся компрометировать царство Божье, идти против Бога. Бог ему судья, конечно, не я ему судья, но Бог ему судья. И я знаю, что если человек не покается, то Бог будет очень строго судить его душу и его семью. Почему? Потому что человек принес страшные проклятия от имени реформаторской православной церкви. Он венчает гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов и всевозможных извращенцев, педерастов. И, знаете ли, это ужасно, что Господь сегодня обличает нас, но ужасно то, что люди закрывают свои уши, как бы глаза и не хотят видеть этого обличения. Скажу так, друзья мои, что даже, кстати, на моей страничке, вот Архибишоп Сергий Жовлев на РУТРУ, новая страничка, там есть, собственно, и на нашем сайте livechurch.info, живаяцерковь.info, есть как раз информация об этих провокационных деятельностях РПЦ ФСБшных деятелей. И я думаю, что пришло время, на самом деле, для людей прояснить вопрос. Многие задают вопрос, а это реформаторская деятельность? Это есть обновленцы? Ну-ну-ну, это никакие не обновленцы. Это подновленцы, это вообще какие-то приспособленцы и ничего общего не имеющиеся с реформацией. Скажу так, это провокационная деятельность, некоторых деятелей политических, спецслужб и РПЦ. Конечно же, я убежден, что и в спецслужбах, и в РПЦ российских есть порядочно много людей, которым противна сама эта идея подобного компромата, грязного, шитого белыми нитками. Но о чем я думаю? Думаю, что мы наступили на больную мозоль дьяволу, который пытается сегодня вот таким образом очернить реформаторскую православную церковь. А по поводу гомосексуализма и прочих пороков, я издавал отдельную статью после долгих молитв, и я искал лица Божьего, искал Бога, и Господь дал мне написать очень такую статью, для меня болезненную статью, потому что я соприкосался с разными священниками, гомосексуалистами, педерастами и, конечно же, педофилами. И, понимаете ли, я понимаю, что это мерзко, то, что они делают, но Бог давал понимание и любовь к этим людям, понимание, что Господь хочет их простить. Если вы, допустим, может быть, на семинарской скамье еще были вовлечены в гомосексуализм, вы слушаете священникам, допустим, или епископам, но, знаете ли, Бог приготовил вам прощение. Бог хочет осудить грех, не вас судить, он хочет... А почему? Потому что он взял на себя этот грех, он взял на себя ваши немощи, болезни, проклятия, грехи. Просто призовите имя Господа Иисуса Христа, вызовите. Когда я издал газету в Киеве по поводу гомосексуализма, по поводу этих всевозможных грехов страшных, таких мерзких, знаете ли, я еще сомневался, думал, значит, ну, стоит ли издавать, не стоит ли, хотя были Божьи откровения определенные, но я ждал время, когда можно это все издать правильно, и, знаете ли, покаялся один из педерастов, покаялся один из этих, как раз, не священников, а проститут, мужчина-проститутка, которым пользовались как проститутка и, значит, священнослужители высокопоставленные в Украинской Церкви Православной. Так вот, и, к сожалению, значит, священники многие осудили меня тогда, но этот гомосексуализм пассивный Малакий этот покаялся. И даже ради покаяния там в одном Малакии был смысл, как раз именно, знаете ли, был смысл публиковать эту публикацию, потому что ради даже одного грешника небеса радуются. Слава Иисусу Христу. А сегодня в разных церквях, в Киеве, допустим, в некоторых церквях Церкви Победы, Паримога, есть реп-центр для подобных людей, то есть есть возможность адаптироваться, восстановиться. Конечно, особенно монашествующие, я понимаю, что многие заражены этим грехом, недугом, и для монахов, конечно же, нужна реабилитация, нужно восстановление, спасение от этого греха, но, опять-таки, без Иисуса это невозможно вообще. Дальше, 85-й тезис, говорится, мы православные христиане признаем разнообразные формы проведения богослужений, как написано, служения различные, 1 Коринфянам 12.5, в том числе с использованием разнообразных музыкальных инструментов. И дальше ссылки на Писание, на Ветхий Новый Завет, Псалом 149.3, Псалом 150 полностью, Откровение 15.2, Второе Царство 6.12.23. Разные есть музыкальные орудия, разные музыкальные инструменты, и, допустим, вчера вечером, 9 сентября 2011 года, здесь, в Архангельске, запись совершается в городе Архангельске, на севере России, знаете ли, где возрождается православное обновленчество северное, поморская, реформатовская такая православная церковь, знаете ли. Так вот, здесь был концерт, рок-концерт, и пастор Сергей Латышев, рок-музыкант, играющий тяжелый металл, христианский металл, молитву брания, потрясающие маски-шоу, там ему были песни, другие псы, потрясающие песни, воинствующие песни. Я думаю, что я сам не поклонник тяжелого рока, но вот такой рок именно в руках христиан, это мощнейшее оружие против дьявола, конечно. Если дьявол использует это в своем царстве, то христиане, разрушая дела дьявола, вот этим мощным оружием, молитвы брания, молитвы духовной такой, и тяжелым таким молитвенным молотом бьют по хребту дьявола и по его черепу. Слава Иисусу Христу! И вчера я был на этом рок-концерте, тоже говорил небольшое слово, я думаю, в сети мы выставим тоже вот это мое небольшое вступление, и фрагмент выступления группы «Живые камни» города Архангельска, это было потрясающе, слава Богу. И тоже, пожалуйста, проставляй Бога на инструментах разнообразных. Я сам не поклонник тяжелого рока, я вообще рока как такового не поклонник. Значит, у меня, понимаете ли, у меня другие симпатии, у всех нас есть разные вкусы, да, я, допустим, больше люблю кантри-музыку. Меня это заводит, я это очень люблю. Кантри-музыка, она такая ненапрягающая и как-то созвучна моему ритму, моему сердцу, как бы моей жизни. Не знаю, я нашел в ней самого себя, допустим, кому-то рэп, допустим, нравится, кому-то кантри, кому-то рок, кому-то поп, кому-то что-то еще. Но, значит, скажу так, что в разных стилях мы можем Бога проставлять, великого Бога, на разных музыкальных орутиях. Поэтому я говорил и говорю, и буду говорить всем священникам, которые присоединяются к обновленчеству сегодняшнему реформаторскому движению, харизматическому православному, или же, кого уже я, как епископ руку полагаю, нового диакона, священника, допустим, или участвую в епископских хератониях, то я каждый раз говорю, братья, пожалуйста, сестры, давайте служите, как хотите, делайте, что хотите, кроме греха, пожалуйста, все, что хотите. Служите Богу, как вам Бог открывает это, показывает это ваше сердце, и на разных музыкальных орудиях, пожалуйста, многие наши церкви, они без музыкальных инструментов капельно хором Бога проставляют. Мне это очень нравится, мне очень нравится литургия, все, что мне очень нравится акафистное пение, это потрясающе. На самом деле звучит это ангельское пение, только лишь акафисты наши, конечно же, вы понимаете, да, они не проставляют каких-то умерших святых или ангелов, они проставляют только лишь Бога всемогущего, а один из моих любимейших акафистов, акафист Иисусу сладчайшему, он просто меня заводил на самом деле, потому что я люблю моего Господа, он сладчайший, он вкуснейший, просто съел, он прекрасный. И, знаете ли, в православной традиции мы называем Иисуса сладчайшим, мне это очень нравится. Я не слышал такого ни у католиков, ни у протестантов, но у нас это есть, мы любим вкушать нашего Господа сладчайшего, вкуснейшего Иисуса, слава Иисусу. И, знаете ли, друзья, да, еще по поводу богослужений, богослужений 86-й, тут же дополняет как бы тезис, мы выступаем за понятное и простое богослужение. Помните, вчера я как раз говорил в записи, можете посмотреть 9 сентября, значит, где просто там ангелов соста, а где мудрено, там не одного. И вот мудреное богослужение, там вообще нет Бога, фактически, чаще всего. А вот такое простое, понятное, там Бог со своими ангелами. И дальше цитата из Декларации о создании православной церкви Возрождения. Богослужение может совершаться на пожеланиях верующих на любом языке. Слава Богу, прекрасно все, просто сказано. В 87-й тезис мы выступаем против греха Симонии, то есть продаж таинств и должностей в церкви. Ссылка на писание, книга «Деяния апостолов», 8 глава, 18 стих. Если вы посмотрите в своей Библии, «Деяния апостолов», откройте 8 глава, 18 стих, вы увидите как раз в 8 главе ситуацию с Симоном Волхвом. Он, бывший Волхв, который покаялся, крестился, был уже частью церкви, который увидел, что Дух Святой сходит, когда апостол возлагает свои руки. И он принес серебро, деньги какие-то скопил, он определенно взял свою заначку и сказал, вот, братья, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы у меня тоже был этот дар. Чтобы я на кого возложу руки, чтобы они имели Духа Святого. И сказали, что серебро будет с тобой в погибель апостола. Представляете, какие страшные слова. Скажу так, что, конечно, да, это называется симонией, поэтому в традиции православной церкви католической грех этот называется симонией. Рукоположение за деньги, назначение на должность в священной сантов за деньги. Но также это является и дальше разъяснение. Против, выступаем также, против, 87 тезис все это, установление такс за требы и богослужения против коррупции в православной церкви. Потому что так, кстати, вот крестины стоят столько-то, венчание стоит столько-то, отпевание стоит столько-то. Это все тоже симония. Продажа таинств, обрядов за деньги является грехом. А коррупция, коррупция сегодня парализовала фактически православную церковь, особенно в России. И скажу, что это ужасный выход. Знаете ли, церковь стала подражать государству. То есть, государство сегодня полностью прогнило в этой коррупции, то и церковь не отстает и хочет быть тоже как бы вот здесь в гуще этих событий нечестивых. Но, опять-таки, что будет с государством, то будет и с церковью. Кара Божья неизбежна. Если не покаемся, мы должны как жители Неневии просто покаяться пред Богом и отречься от этой коррупции ужасной. Дальше, сегодня всякие назначения, рукоположения за деньги стали просто-напросто, ну, как само собой разумеющиеся, как по умолчанию что-то. Дальше, 88-й тезис, я читаю. Мы выступаем за восстановление в церкви женского служения православных деканис и пресвятерит. Ссылка на Римлян 16 главу, на Галат 3, 28. Вообще скажу, что о женском служении в православии, в историческом православии, оно было принято. Еще до 6-го Вселенского собора были пресвятериты, были деканисы. Это было нормальным, обычным явлением. Но, к сожалению, потом на 6-м соборе Вселенском было принято решение пресвятериты и деканисы написано не рукополагать отныне. И хотя это не исполнялось, хотя еще и после 6-го Вселенского собора, насколько я помню, времена иконоборчества, были рукоположения женщин, деканисы, об этом пишут источники многие. Но уже после победы иконопоклонников, идолопочитателей, понимаете ли, со времен, наверное, уже императрицы Феодоры, это середина 9-го столетия, нет ни одного упоминания ни о деканисах, ни тем более о пресвятеритах. Недавно археологи нашли на территории Германии захоронение, древнейшее захоронение христианское, где было обозначено, что здесь похоронена женщина-епископ. Не жена-епископ, как некоторые переводчики думали, но именно женщина-епископ. И это очень обезоружило многих критиков женского служения. То есть для древней церкви было нормально. Вообще в православной традиции мы почитаем и знаем многих женщин равноапостольных, несших апостольское, как мы называем еще, епископское служение. И обращающие целые регионы к Иисусу Христу. То есть реально апостольская, епископская власть. Но, знаете, друзья мои, конечно, прискорбно, что сегодня вот это разделение, значит, вот эта женщина, она, мол, недостойна, нечистая. Это все ветхозаветное представление и оккультно-языческое, вдобавок, еще примешано к этому всему многое. На самом-то деле во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины. Христос Иисус, Он нас объединяет. Во Христе Иисусе мы новое творение. И Бог смотрит через Христа Иисуса на каждого из нас. Будь ты женщина или мужчина, если в твоем сердце Иисус Христос, ты новое творение. Ты человек с большой буквы, потому что Господь за тебя пролил свою кровь, отдал свою жизнь за тебя. Ты любим Богом, ты любим Богом. И во Христе Иисусе, но мы новое творение, и Бог смотрит на наше сердце, не на какие-то другие органы, на нашу внутренность смотрит, в первую очередь. И лучше женщина призвана, чем мужчина не призвана, а бы какой мужчина был рукоположен. Важно Божье призвание. В нашей церкви есть православные женщины-священники, диаконисы есть. Но пока это очень редкое явление такое. Наверное, мы единственные пока еще, я других не знаю, честно говоря, еще не слышал, о других православных юрисдикциях, практикующих рукоположение женщин. Но в нашей юрисдикции, простите, это есть. Хотя для динаминации нашей в целом это нетипично, далеко не типично. Потому что подавляющее большинство священников, кого я знаю, и бископов, категорически против почему-то рукоположения женщин, священный сан. Хотя во Христе Иисусе мы все священники. Независимо от того, в рясах, мы при должностях, мы при погонах, или мы просто прихожане. Даже среди обновленцев здесь не было единства. И тогда, к сожалению, в 20-е годы, и да и сейчас тоже, среди современного обновленчества, тоже многие скептиков и думают, а вот зачем руковополагать женщин. Даже многие наши братья, обновленческие священники, думают, что оно не надо. Но хотя, кто мы такие, что мы должны слушаться больше человека, чем Бога? Нет, мы должны слушаться Бога, а не человека. 89-й тезис, это из декларации Церкви Возрождения, опять-таки, большой тезис, здесь говорится, цитата, «Соглашаясь в том вопросе с апостольской православной Церковью Возрождением, мы выступаем за децентрализацию власти, церковной власти, возврат к апостольской модели церковного управления». Это все цитата. О необходимости такой реформы в 1932 году, простите, писал профессор канонического права Троицкий. «Эпоха союза с государством», он писал Троицкий, «поделила православную церковь на аналогичные государству, имеющие общие с ним территориальные границы, крупные организации и стремление сохранить во что бы то ни стало непрерывное единство церковного управления». Это своего рода церковный империализм и является главной причиной современных церковных нестроений». И дальше тот же самый Троицкий, профессор, писал следующее. «Нужно изгнать из церкви, говоря словами Карфагенского собора, дымное надменение мира и отказаться от стремления превратить православную церковь в несколько слабых копий церкви Рима-католической. Уместно напомнить, что во времена Первого Вселенского собора автокефальных церквей было около ста, то есть независимых, самостоятельно управляющихся, финансово-юридически независимых. А вот мнение Аксакова. «Патриархи и митрополиты» пишет, что изобретение императора Юстиниана и его чиновников как параллель гражданским префектам полипопизм патриаршей системы хуже римского монопопизма. «В подлинном православии власть над епископами и местными церквями имеют только соборы, а не патриархии и митрополиты». И дальше мысль. «Он от абсолютной монархии, порой вырождающейся в восточную деспотию, жесточайшей вертикальной власти, патриарх, сенот, епископат, священник и миряне, которые исторически соответствуют рабовладельческой и феодальной эпохе. Православная церковь должна вернуться к конфедеративному устройству. Высшая иерархическая власть в церкви епископ – глава епархии. Епископы, возглавляющие епархии, входят в единую церковную структуру, высшее церковное управление, которое имеет лишь координационно-совещательный характер, но не имеет управленческих функций, в частности, назначать и увольнять епископов, руководителей епархии. Таковым правом обладают лишь епархиальные собрания при выработке соответствующих процедур. Как и епископа, так и духовенство выбирается и увольняется лишь приходским собранием по представлению епископа и епархиевального совета. Церковная власть должна иметь три ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. Мы признаем неизвладимость священного сана. Исходя из этого, отказываемся от дисциплинарных мер прещения, а именно запрещения священнослужения, лишения сана, отключения церкви. Это из декларации церкви Возрождения. 90-й тезис православно-реформаторской церкви. Читаю. «Мы, православные христиане, выступаем против многобекового засилия монашества в руководстве православной церковью и за скорейшее возвращение в православие исключительно лишь белого, то есть женатого епископата на основании слова Божьего». Первое, имеется в виду послание к Тимофею 3.2 и послание к Титу 1.6. То есть, говорится в Новом Завете, что епископ должен быть женатым человеком. «Я человек женатый. Я женатый и никогда не был монахом. Я являюсь архиепископом украинско-реформаторской православной церкви. Нахожу это каноничным и правильным, законным. Если вы являетесь епископом, архиепископом, метрополитом, если вы монах, вы совершаете беззаконие. Вы должны жениться, вы должны иметь жену, детей, и после этого должны быть рукоположены в епископы. Если вы монах, то это должно быть исключение из правила, а не правилам в епископском служении. Я за то, чтобы наши служители были женаты. Если, допустим, обновленческий союз наш, наше братство, принимает монаха, священника, или епископа, тем более, если примет священника, монаха, епископа-монаха, то мы молимся о том, чтобы, конечно же, такие братья, чтобы они находили себе достойных жен, значит, и от Бога, и женились, и рожали детей, и это будет правильно. Слава Богу. Поэтому, если вы монах, священник, и думаете присоединяться к обновленческому движению, то, скорее всего, мы вас будем убеждать, именно исполнить Слово Божье, а именно жениться. Хотя, это не закон, но это пожелание. Это пожелание, и тем более, если вы в сане, если вы служите священнослужителем, то вы должны быть женатым человеком. Это рано или поздно вы должны жениться. Исключение, конечно, если вы, может быть, инвалид, допустим, да, к примеру, мало ли там Чернобыль, или что-то еще там произошло в вашей жизни. Или же ради Царства Небесного вы стали скопцом. Опять-таки, кто может мстить, да вместят. Но это не правило, ни в коем разе, это не обязаловка. Так, и из 1 Тимофея цитата. 1 Тимофею 3 глава, с 1 стиха по 7 стих, является 91 тезисом нашей Церкви. Верно слово. Дальше 92 тезис, он продолжает предыдущие как раз тезисы. Рукоположение монахов не только в епископы, но и вообще в священный сан, так называемое черное духовенство, как мы знаем, да, теперь мы принимаем лишь в исключительных случаях. Епископам же монаху быть незачем, разве что в случае крайней церковной нужды. И дальше идет 63 тезис, ссылка на 63 тезис, положение о реформе Российской Церкви. На поместном соборе высшее церковное управление 1923 года, Московский храм Христа Спасителя. На соборе 1923 года, втором уже поместном соборе Российской Православной Церкви, как раз говорилось о женатом епископате. 63 тезис. Наш 92 тезис включает в себя еще фрагмент из 63 тезиса собора 1923 года. Епископат, согласно категорическому требованию самого Бога, повелевшего через апостола Павла, должен быть брачным. Только для лиц, действительно неспособных к семейной жизни и в то же время незаменимых для пользы Церкви, может быть сделано исключение, каковое ни в коем случае не должно носить массового характера. Думаю, здесь все понятно. В этом отношении мы, обновленцы уже 21 столетия, совершенно в духе обновленцев начала 20-го столетия. Вместе сообщаем, вступаем. 93 тезис. Мы выступаем за переведение всего православного монашества на контрактную основу с обязательным оговоренным правом и условиями выхода из монастыря, как мужского, так и женского. Это очень важно, чтобы сегодняшнее беззаконие прекратилось и чтобы монахи, монашки были юридически защищены. Любой монах или монашка, уходя в монастырь, значит, любой человек, он остается человеком, гражданином своей страны, имеющим паспорт, документы, имеющим право на выход из монастыря, сегодня, как правило, нет никаких контрактов, не подписывается, сегодня юридически не защищены наши монахи и монашки, и сегодня юридически никак, ну, чаще всего безграмотны. Я думаю, что монастырей нужно обязать давать специальность определенную каждому монаху и монашке, обучать их, каждый монах и монашки должны иметь счет в банке, значит, документы на руках, и в любой день, абсолютно в любой день, могут выйти из монастыря и совершенно без всякого преследования, без всякого там, знаете ли, давления со стороны церковных или советских властей. Дальше, 94-й тезис. Мы присоединяемся к решению апостольской православной церкви упразднить систему церковных наград, порождающей карьеризм и коррупцию. Всевозможные награды должны быть просто-напросто отменены в церкви, я считаю. Думаю, это правильно очень. Дальше, также 95-й тезис. Это цитата из Декларации Церкви Возрождения, Православной Церкви Возрождения. «Открыть алтарь для большего участия верующих в богослужение, вынести престол на середину храма по желанию верующих». Это то, что практиковал Антонин Грановский, архиепископ, петрополит Московский, в начале 20-х годов. До самого 1927 года, до самой своей смерти, в Законоспадском монастыре в Москве совершался такой литургический великий эксперимент. И православные христиане приходили в храм, москвичи, гости столицы, приходили в храм и попадали сразу во святое святых, потому что по благословению архиепископа Антонина Грановского иконостас, как он выразился, ненужная перегородка был демонтирован, престол был вынесен на середину храма, и люди поступали к престолу, принимали хлеб, вино, причастие, вместе, как цари и священники, и крестьяне, и ветераны войны гражданской, инвалиды, коллеги, бабушки, дедушки, юноши, девушки, значит, священники и епископы, все-все вместе собирались в рясы, без ряс, в шанелях, подходили и принимали причастие, и как священники божьи причащались, и это было потрясающим экспериментом. Я думаю, что тогда заиконоспасский монастырь в Москве стал, на самом деле, одним из великих центров не только у нас реформации, а вообще в мире православной реформации. Слава Иисусу! 96-й тезис говорит следующее. Мы выступаем также за реформу церковного календаря, осознавая и то, что нам необходим сегодня переход, цитата, опять-таки, из церкви, православной церкви Возрождения, переход на новый стиль вслед за большинством православных церквей. Старого июлянского стиля продолжают придерживаться только лишь консервативные церкви, русская, сербская и иерусалимская. Дальше, 97-й тезис. Мы, православные христиане, участники сего освященного собора, выступаем за добровольные посты и постные дни. По книге пророка Исаии, 58-я глава. Я думаю, что каждому постящемуся, каждому любящему посты, каждому хотящему, желающему поститься, надо обязательно прочесть 58-ю главу книги пророка Исаии. 58-я глава Исаии. Дальше говорится в этом же тезисе. Мы против современной практики обязательных традиционных постов реально давно уже не соблюдаем большинством православных христиан. И дальше цитата идет из Ивана Ивановича Мелиссину. В рассуждение священного Писания ослабить и сократить посты. Вот что требуется сегодня православной церкви сделать. Именно обязаловку отменить, вести принцип добровольности, доброходности, так же, как и в Десятина, допустим, в вожествованиях принцип добровольности, доброходности. Не как было бы революции, когда, допустим, Десятина была добровольно-принудительна, то есть она была обязательно за невыполнение закона Десятини, просто-напросто было уголовное преследование, которое лишь Александром Керенским во главе временного правительства, первого в истории России демократического правительства, было отменено. И введен был принцип добровольности. И тогда, насколько я помню, из источников исторических, лишь 2-3% всего лишь населения Петербурга давало Десятину в 2017 году. То есть принцип добровольности, он показал, что на самом деле добровольно были очень немногие желания, именно отдавали Десятину, а остальные из-под палки. То есть из-под палки, ну, не будешь, знаете ли. И посты должны быть добровольными тоже, потому что доброходно дающего любит Господь, написано. 98-й тезис, тоже о постах. Мы принимаем решение вернуться к евангельскому пониманию поста, согласно которому он должен быть тайным, совершаемым пред Богом, а не афишируемым перед людьми. То же, как и молитва, так же и пост. Иисус Христос об этом очень четко учит. Иисус учил, Господь наш Иисус учил. И дальше цитата из Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь, 6 глава, 16 стиха, читаем по 18. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают для себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, ведущий тайны, воздаст тебе явно. 99-й тезис. Мы утверждаем, что перед хлебопреломлением, причастием, пост вообще не обязателен. Ведь Господь Иисус Христос совершил первое причастие не натощак, а после завершения пасхального еврейского застолья Седера, после вечери. Написано, как об этом в Писании Нового Завета, в частности, ссылка здесь на первое послание в Коринф, 11 глава, 25 стих. Вчера я рассказывал о том, что, как Иисус Христос совершал причастие, как совершилось первое в истории человечества хлебопреломление, как был выпит последний бокал на пасхальном еврейском Седере и был съеден последний кусочек мацы. Если кому интересно, посмотрите вчерашнюю запись, обязательно, предыдущую. И причастие, Евхаристия может совершаться в домашних условиях, в церковных условиях. Это может совершить глава семейства, допустим, муж в семье. Это может совершить священник в храме. Самое главное, где бы вы ни принимали причастие, в какой бы церкви и динаминации, самое главное, принимайте с веры в Иисуса Христа. Конечно, если я прихожу в другой храм, допустим, в другой монастырь, как бы другую динаминацию, я просто думаю, как у них принято в их церкви. В чужой монастырь не приходится своим уставам. Но я считаю, что у нас должна быть свобода в этом отношении. И если, допустим, есть желание совершить причастие, именно вот как вот Иисус совершил его, то почему бы и нет? И сотетезия завершающая звучит так. Церковь Христова не кладбище, как написано у Езекииля, 37 глава. Помните, да, вот это введение Езекииля, 37 глава, когда Израиль напоминал в духовном мире полное поле весьма сухих мертвых костей. Но жизнь. Мы выступаем за возрождение пятикратного служения в православной церкви. Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Это согласно книге послания Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Напоминаю, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Вот эти пять служений должны быть в церкви. И вместе мы сила. И это должно быть в церкви обязательно. Без того, чтобы без одного из этих пальцев даже не будет совершенного удара по дьяволу. Без этого не будет совершенства в теле Господнем, не будет уродства. Надо молиться, чтобы и в православной динаминации, чтобы все эти пять служений было восстановлено. Обязательно. Потом, дальше. И завершение написано этого сотого тезиса. Живое евангельское слово должно звучать в каждом православном храме. Аминь. Да будет так. Пусть Бог на самом деле пробудит нас в православных. Я обращаюсь к каждому из вас, дорогие друзья. Если кто-то из вас, может быть, в огорчении сейчас, или вы, допустим, узнали самого себя в некоторых из этих грехов, это не повод огорчаться, это повод каяться. Я думаю, что пришло время покаяния. Давайте вместе покаемся, обратимся к Богу со словами покаяния и спрашивания прощения у Бога. И Бог, богатя своей милостью, Он простит, Он человеку любив, Он очень любит нас, настолько, что отдал своего Сына за нас. И Он доказал этим самым свою великую любовь. Давайте поговорим с Богом, давайте обратимся к Нему со словами покаяния. Давайте скажем так. Отец Небесный, Бог Святой, прости меня во имя Иисуса Христа, обращаясь к Тебе. Прости каждого из нас, Господь. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Наш драгоценный Господь Иисус Христос. Ты пролил свою кровь за нас. И Ты воскрес для нашего оправдания. И Тебе все славы, Господь. Наполнил нас Духом Святым, Господь. Преисполни нас Святым Духом. Для великого служения этого последнего времени. Спасибо Тебе, Господь. Благослови православную церковь, Боже. И благослови не только православие, мировое, но благослови все тело свое сегодня. Благослови всю церковь, Господь. Благослови протестантов, католиков, христиан разной, динаминации, конфессий. Благослови во имя Иисуса Христа. И всех нас приведи в единство веры, Боже. В познании Тебя, Господь наш Иисус Христос, спасибо Тебе, дорогой, любимый, сладчайший Иисус. Благослови нас, Господь, и пусть Твоя благодать почьет на каждом из нас, пусть кровь Иисуса Христа будет защитой во имя Иисуса Христа на наших домах, на наших сердцах, на нашем разуме, во имя Иисуса Христа. И я благоставляю великим благословением Божьим всех телезрителей, всех друзей, всех слушателей во имя Иисуса Христа. Примите Божье благословение, а перед тем помолитесь тоже, если кто-то узнал себя, допустим, в этих грехах, вышеназванных, то просто не поленитесь, помолитесь и отрекитесь во имя Иисуса Христа. И начните с чистого листа свою жизнь и примите на этот чистый лист, на свой разум, на свое сердце, именно на свою судьбу, новую свою судьбу, великое Божье благословение. Можете помолиться, например, в такой молитве, что во имя Иисуса отрекаюсь от гомосексуализма, или отрекаюсь от иконопочитания, или отрекаюсь от мамоны, от материализма, отрекаюсь от многих других ересей, от антисемитизма, от национализма, от фашизма. Во имя Иисуса Христа от коммунизма, помолитесь своими словами и этими молитвами сейчас, и если вы ревнуете о дарах духовных, то Господь, скажите, открой мне, Боже, мое служение, мое призвание, Господь, кем ты меня видишь, Господь, в церкви, Боже, что я могу сделать, Господь, для Царства твоего, Господь, во имя Иисуса Христа, помолитесь сейчас. И я благоставляю вас стихами благословения из Библии. Я пою это благословение сейчас из книги чисел, 6 главы, на каждого из вас. Это благословение сам Бог дал нам, и я пою его на каждого из вас. Иисуса Христа Иисуса Христа Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призвит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисус Христа Слава Иисусу Христу. Аминь.